Константин Киселев, Алексей Старистин Киселев, Алексей Старистин Киселев, Алексей Старистин Киселев, Алексей Старистин террористической войны, живет. Граждане к этому привыкли, к сожалению, но они знают, как правильно действовать в той или иной ситуации, как правильно себя вести, куда бежать, какие запасы должны быть и так далее. В государстве Израиль, во-первых, очень много вооруженных солдат, которые там с автоматами ходят на побывку, во-вторых, там просто разрешено вне стрельное оружие, короткоствол скрытоносимый. Я там могу пристрелить этого террориста, здесь нет? Совершенно верно. Мне кажется, что Алексей уже стал жертвой террористов. И террористы именно этого добивались. О том, чтобы все боялись, все ходили и боялись, все дрожали, все занимались гражданской обороной, все искали бункеры, все дрожали над этими памятками, подозревали всех и каждого там и так далее. Именно этого они и добивались. Алексей, вы реально совершенно сделали то, что от вас террористы и хотели. Вы и теперь вы по телевизору пытаетесь всех еще запугать. Давайте бояться, детей будем учить. Нет, не надо бояться. Гражданское общество что может делать? Не паниковать, без паники. Осуждать, да. Не паниковать. Мы не сможем... Мы сходили на акцию скорби, а потом пошли в магазин, на дискотеку, куда собирались, потому что наша жизнь должна продолжаться. Смотрите, вы сказали совершенно верно. Что делает наше государство? Оно действует по этому принципу. Оно начинает запрещать, оно говорит всем, бойтесь, а то будет что-то. Оно предпринимает какие-то политические шаги, запрещает выборы, митинги, запрещает интернет для детей и так далее. Нужно делать совершенно иное. Нужно для того, чтобы сознательность гораздо повышала, вы говорите, короткоствол. Окей, отличный способ. Там, где разрешен короткоствол, вы это знаете, Евгений, лучше меня, да? То есть там количество преступлений, и в том числе террористического, и не только террористического характера, оно резко сокращается. Насильственные уличные преступления и расстрелы в школах подростков возрастают как разно. Ничего подобного. Резко сокращаются все преступления. То есть вот вам реакция гражданского общества. Если гражданское общество будет спокойно совершенно реагировать и говорить о том, что я ценен, а не государство прежде всего, и будет отвечать на вот эти вызовы, говорить о том, что да, дайте мне право защищаться, если вы не можете меня защитить. Разрешите короткоствол, дайте больше свободы, дайте нам право выбирать, давайте почувствуем себя людьми. Вот это будет ответ. А не вот этот страх, про который говорит Алексей. Это не страх, это умение правильно вести себя в условиях чрезвычайной ситуации, если, не дай бог, она произойдет. Это умение может спасти человеку жизнь. И знать это необходимо. Нет, Алексей, навыки первой медицинской помощи, они в принципе всем необходимы, потому что аварии случаются гораздо чаще, чем теракт, но с 30 тысяч погибших в авариях это всегда может пригодиться. Может случиться землетрясение, может случиться все, что угодно. Это не обязательно проводить из-за терактов, это просто нужно проводить, и это отдельная тема. Совершенно верно. Вот, если касаемо государства, ну если что касается гражданского общества, что можно делать? Просветительские акции необходимо устраивать. Значит, то, что касается распространения информации о том, как вести себя, например, в социальных сетях. Потому что огромное количество персональной информации люди о себе оставляют. Ей могут воспользоваться какие угодно злоумышленники, не обязательно террористы. Могут элементарно какие-нибудь мошенники взломать в ваш аккаунт и использовать ваших друзей для рассылки всяческого рода сообщений. Например, переведите деньги на мой мобильник, я попал в трудную ситуацию. Тут вопросов очень много может быть. Во-вторых, что необходимо сделать? Убирать вот эту ненависть, ассоциацию между представителями разных религий. Потому что террористы как раз добиваются того, чтобы одна часть общества по религиозному признаку стала ненавидеть другую часть общества. В результате косых взглядов эти люди будут чувствовать себя ущемленными, и это будет рекрутинговая база для террористов. Мы же не можем это устранить полностью, как мы не можем полностью устранить экономическую базу для терроризма. То есть людей, которые находятся в ущемленном экономическом положении, начинают зависть и так далее. Потому что теракты в Европе там живут лучше, но тоже находятся такие люди, которые живут хуже, чем другие, и тоже зависть возникает. Но про это говорить надо, и действовать на гармонизацию межнациональных отношений необходимо продолжать. С этим я соглашусь, и я бы все-таки изменил политику, государственную политику. Государство у нас пытается запретить все. Из-за терактов, не из-за терактов, но максимально запреты. Ты заходишь в метро, тебе говорят, вот это нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Сейчас начали объявлять, что босиком в метро нельзя. Новинка такая. Не новинка, но ладно. В следующий раз они еще что-нибудь скажут, что нельзя. Почему не изменится? Можно. Можно стоять на правой стороне. Можно делать это. Можно делать это. Это воспитывает активную позицию. Это воспитывает не позицию страха, а позицию свободы наоборот. Ребята, делайте. Террористы могут, в принципе, добиться своей цели. Ну, потому что в истории это бывало. И, опять, раз уж вспоминаем, если мне память не изменяет, то Минахим Бекин, один из лидеров Ургун, взорвавший отель «Царь Давид», там 70-80 десятков погибших, самый крупный теракт очень долго держался до конца 20 века. Премьер-министром потом стал. Могут, потому что они могут добиться, например, не политических целей, а то, о чем я говорил. Например, во Франции эти террористические акты, серия, достаточно популярные позиции стали у националистических партий. Но это реакция общества. Реакция общества, совершенно верно. Одна из реакций общества в том числе и одна из целей террористов для того, чтобы у них было больше сторонников. Есть один из апокалиптических фильмов о том, что в Европе начнется террористическая война между представителями разных национальностей. Вот как раз это одна из целей террористов, по большому счету. Перенесение войны на территорию противника. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если терроризм как раз добивается, в этом смысле, я с Алексеем согласен, он добивается максимального раскола. Хаоса. То есть, чем больше раскол, чем больше хаоса, соответственно, тем больше база для тех же самых террористов. Когда я сегодня вижу, я прошу прощения, реакцию государственной пропаганды, вместо того, чтобы объединять людей, в том числе на этом примере, в том числе, как Беслан был жуткий, то есть жуткая вещь, можно было всю страну объединить в едином порыве куда-то, государство начинает раскалывать. Он начинает говорить, это вот виноваты белоленточники, это вот эти, а вот эти вот по-другому, ну и так далее, и так далее. И в этом смысле государство идет на поводу террористов. Все, тогда государство отодвигаем в сторону, и в конце уже просто по пунктам, что мы с вами должны делать в этой ситуации. Вот гражданское общество как раз правильно поступило в этот раз. Когда по СМИ показали первый раз мужчину в шапочке с бородой, который якобы является подозреваемым, он потом пришел в полицию, сказал, я это не совершал, он потом не смог улететь в Москву, его с работы выгнали, позвонили, да, за то, что он так засветился. На сайте, в группе сайта «Православие и мир» тысячи православных высказались в поддержку этого мусульманина. Сенаторы под давлением общественности тоже подняли эту волну. Вот как гражданское общество себя проявило, это прекрасно. Хорошо, по пунктам, что мы можем сделать и должны сделать в этой ситуации? На мой взгляд, раз, быть бдительным, повышать свою компетенцию в уровне поведения в чрезвычайных ситуациях оказания медицинской помощи. И самое главное, трезво оценивать ту информацию, которая льется с экранов телевизоров или с сетей интернет, чтобы не впасть в заблуждение и не стать и не идти на поводу ложных стереотипов в отношении каких-то национальностей или религиозных групп. Хорошо, Константин. То есть первое, что мы должны, то есть не допустить раскола, это абсолютно точно. То есть не видеть, не испытывать ненависти к людям, которые другие, по идеологическим убеждениям, по каким угодно, да, и не только по убеждениям. Это железно. Это раз. Второе, не дать государству, которое пользуется этим, отобрать у себя хоть малейшую частицу прав. Не дать. То есть мы должны чувствовать себя свободными, не бояться и уметь себя защитить. Чувствовать себя свободными. Спасибо большое. На этом итоги подведены. Увидимся в понедельник в программе «Стур». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин